Я убежден, что у решения комиссии незаконно самообращение в нее прокурора области Филипенко продиктовано личной неприятностью и сведение со мной личных счетов. Еще при внесении изменений в закон звучали замечания, что новый механизм будет использоваться для расправы несогласных и неугодных. С неугодными и несогласными. Это происходит и сейчас. Поэтому в определенной степени этот момент истинный, но он не столько для меня, поскольку свои выводы я уже сделал, сколько для лиц, планирующих новую свою региональную политическую деятельность на территории региона. Сначала прокуратура инициировала принятие этого закона, а через два дня после его вступления в силу направила письмо о необходимости лишения меня полномочия депутата. В этом письме прокуратура, как и в материалах проверки, которые вам представили, все основания надуманные. Большинство из вас это прекрасно понимают, но это конъюнктурные соображения и соображения партийной дисциплины заставляют вас молчать или соглашаться. Самые приличные в страхе гонения партийного либо просто не пришли на заседание, либо проголосуют против. Но молчаливого большинства, конечно, будет больше. Его будет достаточно, поэтому для меня и свод сегодняшнего голосования очевиден. И тут напрашиваются исторические параллели, которые привел Есипов, когда пришли за Капкаевым, вы молчали, когда пришли за Аллой Лосиной, вы молчали, вы молчали, когда пришли за Кузнецовым, Семенцовым, молчали, когда пришли за Кузьминым, я сказал, да? Вот, сейчас вы молча примете решение по мне. Проголосуют потом против коммунистов. И это навеивает те исторические параллели, про которые опять говорил Владимир Евгеньевич Есипов, но более мелкого масштаба. Знаете что, я убежден, что в настоящий момент в Саратове происходит ярко выраженная отрицательная селекция. Чем на более низкие поступки готов пойти депутат, тем у него больше появляется возможности продвигаться вверх по его карьерной лестнице. Жаль, что только многие из присутствующих при этом являются руководителем крупных коллективов и многие из вас дают образование нашим детям. Вообще, на мой взгляд, в составе этой думы осталось не более пяти приличных депутатов. Это, конечно, не относится к коммунистам, поскольку их вообще депутатами не считают некие викинги, которые сюда случайно попали. Что касается работы самой комиссии, то заданная цель ее, председателю Антонову, лишить меня полномочий депутата, изначально была очевидна. Комиссии при проведении проверки были допущены многочисленные нарушения. Как члены комиссии, меня, чтобы заставить замолчать, даже незаконно удалили заседание 10 ноября и должным образом не ознакомились с результатами проверки. В итоге мне не озвучили, какие именно нарушения и по каким основаниям комиссия сочетала убедительными, не предоставив мне даже права подать соответствующее письменное пояснение по результатам этой проверки. Александр Дмитриевич, вам еще минуту, пожалуйста. Спасибо. Сама фабула коррупции, которая вменяет мне комиссия, это то, что я прожил три недели с конца августа до середины сентября в доме моей матери со своими несовершенными летними детьми, четырьмя, мать которых болела ковидом. Вот это является коррупцией. Однако, отмечу, что никакого пользования данным домом по состоянию на отчетную дату не имелось, и я не должен был указывать его в справке. При этом в подходе комиссия тогда должна была указывать гостиницы, дома, отдых, прочие объекты, что просто не может быть не абсурдным. Рецидив, который усмотрел Антонов в том, что это уже не первый состав, это было в 2015 году, 6 лет назад, в прошлом созыве, когда мать моих несовершеннолетних детей воспользовалась материнским капиталом, не уведомив меня, и были потрачены эти средства на улучшение их же личных условий. Это тоже коррупционный состав за материнский капитал, за увеличение демографии. Второе, это направление обращений в якобы в личных целях. Отмечу, что все мои обращения были направлены исключительно потому, что в отношении меня прокуратуры постоянно инициировались проверки. И это было напрямую связано с моей позицией выступлениями как депутата Думы, о чем там было и указано в этих обращениях. Даже если бы эти обращения писались не на бланке, в них все равно был бы указан мой статус депутата и просьба проверить действия госорганов на предмет воспрепятствования депутатской деятельности. Это право закреплено Конституцией. И никаких выгод и преимуществ, как это пытаются подать, мной в данном случае получено не было. Например, в 2019 году я обращался в МВД России с тем, что по информации по моей, по указанию прокурора, область Филипенко сотрудники полиции ездили в колонию и принуждали осужденного оговорить меня в совершении преступления. Это касалось не только моих прав. И сейчас, учитывая печально, как прославилась Арабская область с пытками в местах лишения свободы, это лишний раз. Показывает только правду преступлений, которые заходят сейчас, говорят весь мир, и которые, если я не заверю, сделаны в состоянии у вас. Ну, знаете, что, здесь ситуация... Ну, коллеги уже дважды вам продлевали. Минуту еще нужно? А вы углалили, что вы еще выступили? Я что, 22. Все, коллеги, мы выступление прекратили. Кроме того, вы желаете, что закон, который вы предъявили в октябре, вступил в силу в октябре этого года, а все, что вы не пытаетесь вменить, а в октябре компания «Атон» имела место, вы, например, предаете закон обратную силу, фактически нарушая институцию. В итоге вы предъявляете 15-й год, 19-й год и три недели во время конец варенья детьми и матерью. У вас вся реальная политика. Спасибо. Спасибо.